На почве войны и международных санкций Россия начала активно сближаться с Северной Кореей. У Путина и Ким Чинына в разгаре конфет на букетный период. Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чиныну российский автомобиль «Аурус». Впервые с этой машиной Ким Чинын познакомился в прошлом году, когда в сентябре он приехал на космодром «Восточный». Тогда лидер КНДР осмотрел «Аурус» Владимира Путина, а не только снаружи, но и посидел внутри. Машина ему очень понравилась. В России даже занялась туризмом с самой закрытой страной в мире. Первая группа путешественников уже побывала в незабываемой поездке по Северной Корее. В четырехдневный тур входит обзорная прогулка по Пхеньяну, посещение главных достопримечательностей столицы КНДР и отдых на горнолыжном курорте. В туристическую группу из ста человек попали люди из разных регионов России. Всем выдали памятки о правилах поведения в Северной Корее. В ней, в частности, не рекомендуется выходить из гостиницы без гидов, а также напоминают, что в стране не работают международные кредитные карты, нет роуминга и вай-фая. Вот только вряд ли такие туры будут иметь шанс на успех. Потому как практически все северокорейские прелести уже можно ощутить, не выезжая за пределы Российской Федерации. Ведь нынешняя политика строится на демонстрации военной силы и ядерного оружия, и как следствие – изоляции. Все циклично. Когда-то Северная Корея слизывала все у Советского Союза. Теперь северокорейская модель – идеал для современной России. Это очевидная абсолютно вещь. Давайте откроем матрешку и узнаем, как РФ превращается в КНДР и каким образом эти изменения отразятся на россиянах. Путин и Ким Чен Ын – лучшие представители авторитарного интернационала 21 века. И Северная Корея, и теперь Россия имеют такие политические системы, которые зависят исключительно от одного человека. В Северной Корее все решает Ким Чен Ын, а в России Владимир Путин. Без них не обходится ни один международный кризис или авантюра. В Северной Корее так же мало союзников, как и у России сейчас, поэтому им нужно держаться вместе. Кремлевский диктатор Путин начал свою карьеру еще в СССР. А корейскому диктатору страна перешла в собственность по наследству. 29 лет ему подарили страну и атомную бомбу. Жители называют его гением среди гениев, а за шутку про него грозит расстрел. Править ему помогают мертвые дед и отец, а его личное состояние измеряется миллиардами долларов. Оставаться у руля Ким Чен Ын планирует еще долго, ведь для этого ему нужна война. Корейская война началась под лозунгом объединения Корейского полуострова. Она продолжалась три года, она до сих пор не закончена. Почему она не закончена, объяснить достаточно легко, ведь диктаторам всегда нужна война. Диктаторы требуют полного и окончательного подчинения. Как лидер страны, которая ведет агрессивную внешнюю политику, Ким Чен Ын поддерживает захватническую войну России в Украине. Россия ведет священную борьбу за защиту своего суверенитета, интересов безопасности и справедливости против гегемонистических сил. И мы всегда выражали полную и безоговорочную поддержку действиям российского правительства. И я пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить, что мы всегда будем стоять вместе с Россией на антиимпериалистическом фронте. В прошлом году из Северной Кореи потянулись эшелоны с оружием для убийства украинцев. Россия израсходовала огромное количество своих запасов артиллерийских снарядов, и ей необходимо их пополнить. Поэтому именно этого Россия и добивается от Северной Кореи, а также возможны и поставок других вооружений. По данным Госдепартамента США, с начала сентября 23-го года Северная Корея передала России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или военными материалами, связанными с ними. Путин заискивает перед Ким Чен Ын, потому что Ким Чен Ын должен дать ему снаряды, а снаряда Путину не хватает. Вот это предел падения. Я думаю, что главное соблуждение России в том, что она еще может быть миру интересна наукой, культурой, ресурсом, пресной водой и так далее. По данным украинской разведки, Северная Корея поставила в Россию уже полтора миллиона артиллерийских боеприпасов 70-х-80-х годов. И взамен наверняка не ограничится подаренной машиной, а потребует военные технологии. И продовольствие. Ведь в середине 90-х КНДР пережила голод, лишивший жизни каждого седьмого гражданина страны. А из-за ядерных и ракетных испытаний КНДР находится под массивными санкциями. Можно предположить, что Россия может предоставить Северной Корее доступ к технологиям, которые раньше не хотела давать, чтобы та не могла развиваться слишком интенсивно и оставалась заказчиком, а не производителем оружия и конкурентом. Россия и Северная Корея вполне могут посоревноваться. У кого из лидеров круче бронепоезд? Или в какой стране больше развит культ личности? Но в целом, почему нет? При виде кимчанына в КНДР царит массовая истерия. Да и за Путиным в России народ готов идти и в огонь, и в воду. К примеру, недавно в Чувашии родители продержали детей на морозе целых 5 часов, чтобы прикоснуться к лидеру. И неизвестно ведь то ли к Путину, то ли к его двойнику. В стране складывается культ личности Путина со своей мифологией. Полеты со стерхами, наряние за амфорами, катание верхом с этими знаменитыми снимками с голым торсом, цитатами. И сейчас даже предлагают делать туры по путинским местам в Сибири. А с началом войны в России новое помешательство – победобесие. И бушует оно в школах и детских садах, где уже начинают готовить новых солдат для следующих мясных штурмов. И где размещают снимок Путина на самом видном месте. Чем вам не КНДР, в которой портрет правителя висит в рамке в каждом доме? Должен быть набор портретов. Либо три портрета, включающие Ким Чен Ира, Ким Ир Сена и Ким Джон Сук. Жену Ким Ир Сена, формально первую, фактически вторую. И мать, соответственно, Ким Чен Ира. Это если ты начальник – три портрета. А если ты просто кореец, то другие портреты – тоже Ким Чен Ир, тоже Ким Ир Сен. А и третий портрет – они вместе говорят о каких-то важных государственных делах. Их надо обязательно протирать. Причем ежедневно. Да, есть специальный набор, специальный такой наборчик, такой специальный ящичек. И в нем щетка, тряпка, не любая тряпка. Это специально именно для ухода за портретами штука есть такая. А если там тайфун какой или землетрясение, в первую очередь необходимо спасать портреты правителей. Так что пока в конкурсе самых маразматичных проявлений всенародного преклонения побеждает северокорейский диктатор. Это должно быть и будет справлено. Два года назад свободу в мире сильно пошатнула война, развязанная Россией. Американская организация Freedom House оценила уровень свободы в стране-агрессоре в 16 баллов из 100. У КНДР этот показатель еще ниже. Всего 3 балла. Чувствовать себя в безопасности невозможно даже дома. За полночь проводят обыски. Просто проверяется вот весь, все там 20, 30, 40 семей. Туда приходит патруль и проверяют, кто у них там ночует. А также проверяют, запломбирован ли радиоприемник, если у них радио есть. Запломбирован ли телевизор в некоторых районах, где можно слушать китайское или южнокорейское вещание. А в 2020-м в КНДР приняли закон. Смертная казнь за распространение южнокорейского контента. Этим подросткам еще повезло. Их не казнили, а приговорили к 12 годам каторги. За то, что они просто смотрели музыкальные клипы Южной Кореи. В России представители ручного парламента тоже готовы быстро подогнать под букву закона любое желание преступной власти. Так они спешно узаконили наказание за фейки об армии. Вам не кажется, что за слова 8,5 лет, ну это какой-то зверский срок. Значит, мне, значит, я, знаете, в народе говорят, если кажется, но надо креститься. Первым по статье о фейках посадили московского муниципального депутата Александра Горинова. Дали целых 7 лет вот за эти слова. Я считаю, что вот все усилия гражданского общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить войну и вывести войска России с территории Украины. Диктаторы не щадят ни детей, ни стариков. В Ростовской области 72-летнюю пенсионерку Евгению Майбороду приговорили к 5,5 годам колонии за пост ВКонтакте. А в Петербурге 18-летнюю Дарью Козыреву задержали за то, что она наклеила на памятник Тарасу Шевченко плакат с отрывком его стихотворения. Все имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию всеми возможными, доступными, но законными средствами. Вот в чем все дело. Российская Федерация уверенно следует по пути Северной Кореи. Теперь за фейки об армии у россиян будут конфисковывать имущество. И пусть кто-то только попробует возразить. Другого пути нет. Граждане РФ уже давно чувствуют себя безвольными рабами, которые пытаются выжить на нищенскую зарплату, в то время как Путин и его свита воруют миллиарды из госбюджета. Коррупцию и беззаконие россияне воспринимают как должное. И привыкают к новой реальности, которая все больше напоминает Северную Корею. КНДР это сложная система интересов кланов и бизнеса. В стране есть целая прослойка людей, которые делают деньги, делают деньги. Причем бизнес не является частным. Это партнерство с государством. Но страна производит там свои продукты, технологии, строит дома, выпускает военную технику. И эти люди кровно связаны с руководством КНДР. Резкие перемены могут лишить их и власти, и баблишка. Но чем вам не путинская Россия? Пропаганда в обеих странах на высшем уровне. Здесь надо отдать должное. Цель одна – донести жителям Москвы и Пхеньяна, что виновник всех их бед – коллективный Запад. Когда я была ребенком, я думала, что моя страна – самая лучшая в мире. В школе мы много учили про Ким Ир Сена, но нам ничего не рассказывали про внешний мир. Кроме того, что Америка и Южная Корея – наши враги. Соловьев с коллегами твердят о том же – с утра до вечера. Но режим Ким Чен Ина настолько безумен, что даже не смог гостеприимно принять в гостях путинских коллег-пропагандистов. Скобеевой запрещали снимать, а Лаврову и вовсе преградили дорогу. А здесь они пытаются руководить делегацией из России. Сергей Викторович, как настроение перед подписанием? Смотрите на меня. Что-что-что-что-что-что-что? Ты поаккуратней. Парень к такому не привык, как и Ольга Сливной-Бачок, которая распиналась о том, как было тяжело российской съемочной группе работать в Северной Корее. Здесь снова видно, что без присмотра нас решили на всякий случай не оставлять. А здесь он просит не снимать северокорейских людей. Сейчас, подождите. Подождите, пожалуйста. Где? Местным рекомендовано не вступать в контакт с иностранцами. На этих кадрах семейная пара демонстративно отворачивается, увидев оператора. А ведь все идет к тому, что в путинской России может быть установлена не менее жесткая цензура. Потому как процесс превращения РФ в КНДР на финишной прямой. Санкции, финансовая изоляция, закрытый интернет и отсутствие свободы слова. По зомбоящику круглосуточно показывают телеведущих, которые проклинают американских марионеток и скрывают правду о том, что именно Путин развязал войну в Украине. Потому что это был его единственный шанс удержаться у власти. И ради этой цели он готов загубить сотни тысяч жизней, в том числе и граждан своего государства.